Алла Данько Здравствуй, Любаша! Здравствуй, Аллочка! Хотела попросить о стихе о любви. Вот у тебя есть стихе о любви. Ты, может быть, особо своё любимое прочитаешь? Хотя бы несколько стров. Ну, знаешь, у меня это такая сокровенная тема, потому что меня Господь наградил многими страданиями. Я раньше думала, что за что мне, за что, вот это, вот это, вот это. А потом я поняла, для чего, а не за что. И среди многих страданий он меня наградил страданиями вот такой преданной любви, потому что была потрясающей красоты любовь, а кончилось всё, в общем, ну, кончилось всё очень плохо. Но 40 лет, не видя этого человека, никогда с ним не встречаюсь больше. Я 40 лет, вот какая была сила любви, что я 40 лет продолжала писать ему всё время, понимаете? И все так удивлялись и говорили, как? Ну, видимо, такая была сильная, как, будем говорить, ну, закваска, такой был пласт любви, что мне без него вот я и рожала детей ему как бы. Я, будем говорить, ревновала. Я его могла поднимать выше крыши и опускать ниже плинтуса. Я могла написать утром, упаду пред тобой на колени, зацелую твои сапоги на холодном ветру, на весеннем, пусть сниются друзья и враги и так далее. А вечером могла написать, ты оказался мне не в ровень, ты оказался мне не в рост, была я чудом и дикойной, ты примитивен был и прост, да как же я не угадала, что далеко тебя за звёзд, я в облаках с тобой летала, ты оказался мне не в рост, ну и так далее. Но, в принципе, вот я два таких коротких стихотворения прочту, сон о несостоявшейся жизни. Я войду в волшебный сад, что сама сажала, поцелую всех ребят, что от тебя рожала, и собью венок, не зря, из цветов колосит, короную короля в золотую осень, ты и в лето, и в весну, надо мной был властен, я под яблони засну, чтоб приснилось счастье, ветры дуют по земле, далеко-далёко, без тебя мне и во сне очень одиноко. А есть стихотворение, которое я написала, однажды был вечер большой в политехническом, и я когда вышла после вечера, оказывается, пока я там переодевалась, блёстки свои снимала, они все стоят меня и ждут, чтобы спросить, ну как же так, ну как, вот 40 лет не видеть, 40 лет писать. Я говорю, ну вот я чего-то попыталась рассказать, вот там о том, что в душе это было всё. Одна тётка стояла, постучала так по стене и говорит, психическое заболевание ненормальное. И пока я ехал до дома, я решила, слушайте, действительно, наверное, тот, кто меня не знает, решит, что это психическое заболевание. И я думала вот очень, и как-то вдруг родилось такое стихотворение, которое всё объясняет. На все грядущие века Нацеловал и налюбил, Как будто знал наверняка, Жить без него не станет сил, Как будто кто-то предвещал Любви коротким будет срок, Не зря он в сказку превращал мне Каждый миг и вечерок. На все оставшиеся дни Хватило мне любви такой, Меня теперь чем не мани, Не стать ни чьей, ни другой, И босиком не побежать, За кем-то вслякать и пургу, От нежности своей дрожать Уж никому я не смогу. Он налюбил меня навек, К ногам не бросив, Целый мир. Он был обычный человек, Но как любил, Но как любил. Люба, так ты осталась одна практически? Нет, я пыталась выйти замуж, Создать семейное счастье и так далее, Но я оказалась, знаешь, Это редкое такое чувство, Я оказалась однолюбом, Как прости за откровенность, Моя эрогенная зона, Это мое сердце и моя голова. И я оказалась верной тому человеку. Я попыталась выйти замуж, Я родила ребенка, Но я так как бы не ощущала себя счастливой. Хотя у меня очень много стихов было О семейном счастье. И все, раньше, знаешь, как в детстве, Ой, хоть бы наестся, Потом хоть бы выучиться, Потом, ой, как бы полюбить, Потом, как выйти замуж, Как у всех, квартира, машина, дача. Оказалось, семейное счастье, Это совсем другое. Просто вместе сидеть, Просто вместе молчать, Просто вместе на ручках Ребенка качать, И смеяться вдвоем, И вдвоем горевать, А когда запоем, Голос в голос попасть, Чтобы нам не пропасть, Чтобы песню сложить, Голос в голос попасть, Мне тобой дорожить. И тебе бы понять, Я на свете одна, Я подруга и мать, Дорогая жена. От меня и привет, От меня и совет, От меня и любовь, Что волшебней нет. Просто вместе сидеть, Просто вместе молчать, Просто вместе на ручках Ребенка качать. Замечательно. Скажи, пожалуйста, А как сложились твои отношения С дочерью? Она тоже, В общем, Санкт-Писателем, Она работала даже одно время, Была приглашена на Дойче Вэлле, На немецкую волну. Ну, она журналист, В общем, Так складывается, Как, конечно, Дочь любимая. Но вы вместе живете, Или порознь? Вы вместе живете? Нет, мы живем порознь, Потому что ей, во-первых, Там рядом, Она живет на Новокузнецкой, Рядом с домом радио нашим. Я живу далеко, Там на юго-западе. И я думаю, Что, может быть, Это и хорошо, Потому что, знаешь, Поэту нужно иногда одиночество. Я хочу еще, Илью, Об одной грани твоего таланта, Рассказать нашим слушателям. Ты написала 16 романсов. И получила приз за авторство Лучшего современного русского романса. Ты стала лауреатом и призером Международного волжского конкурса Исполнитель русского романса В городе Кинишни. Во-первых, Наши поздравления. Осенний лист. Осенний лист он называется. И несколько слов об этом. Ну, во-первых, Этот романс был давно. И появился он совершенно случайно. Этот первый. Значит, При странных обстоятельствах У меня есть стихотворение Бабье лето, Которое, Есть такой композитор, Ну, Член Союза композиторов, Заслуженный артист и так далее. Он руководит, по-моему, Художественным отделом В нашем доме Российской армии Александр Викторович Кукушкин. Он позвонил. Это было давно-давно-давно. Это очень давно. Он позвонил и говорит, Любовь Владимировна, Вот я вас не спросил, Но я написал вот песню на Вернее, романс На Бабье лето. И вот будет исполнение Впервые в доме, Не в центре, А в театре Российской армии Значит, Светлана Смирнова, Хорошая певица такая, Бывшая народница, Но она такая в эстраду больше. Вот. Будет его исполнять. Вот приезжайте, Тогда-то будет этот концерт. А я в это время была на ТВЦ. Там девочки мои еще, Которые меня помнят из Останкина. Они, Люба, Ну, надо поехать. Я говорю, Девчонки, Сегодня денег нет. Уже тогда на пенсии сидела. Я говорю, Денег нет. Цветы надо. Холодно. Февраль. Я говорю, Да ну, И что, Первое исполнение обязательно надо съездить. Я чуть спустилась там вниз на ТВЦ и думаю, Что же мне подарить-то? Ведь так с голыми руками-то не поедешь. Вот. И я думаю, Напишу-ка я чего-нибудь, Какое-нибудь стихотворение. И вдруг родился романс. Девчонки его тут же отпечатали, Наклеили на какую-то жесткую бумагу, Завернули как букет, Роскошные какие-то эти самые, Бумаги оберточные. И с этим я поехала. И когда она Светлана исполнила, Я иду по проходу потихонечку, Подошла и говорю, Не разворачивайте, Света, Это я, Я, Любовь Владимировна Терехова, Вы сейчас исполняли. Только не разворачивайте. Я говорю, Это дороже цветов. Она говорит, А что? Я говорю, Там романс. Ну, С февраля прошло очень много времени. И вдруг, В ноябре она звонит мне и говорит, Любовь Владимировна, Вы знаете, Что ваш романс занял гран-при, Что я получила гран-при, Как лучший исполнитель, А вы как лучший автор, И так далее, И так далее. Я этого не знала, Да, Мне сообщили. Короче говоря, Этот романс, Я его сейчас боюсь спеть, А, к сожалению, Не смогу. У меня внутренний слух Очень сильно развит, А воспроизведение у меня Очень плохое, Непрофессиональное. Поэтому я вам Начало только прочту. Я плачу вовсе не о нем, А о любви своей ушедшей, Пылала вся душа огнем, От этой страсти сумасшедшей. Мне каждый взгляд Наградой был, Наградой был, А поцелуй мне был подарком. А он, конечно, Не любил, Он просто грелся в страсти, Жал, Жаркой. Ему не ставлю я в вину, Что на любовь мне не ответил, Но почему, Но почему вчера прошел И не заметил. Ну и так далее. Но кончается он вот чем, Зачем же он меня ласкал, Шептал слова у изголовья, Меня ж другой всю жизнь искал, Чтобы назвать своей любовью. Он довольно длинный этот роман, Но он очень красиво написан. И еще, Однажды мы были на таком, Когда-то знаменитом фестивале Искусств Южной Ночи В Деленджике, И я вышла, И мне хотелось сказать Такое стихотворение, Я прочла этот роман, Так за мной носил все эти дни Какая-то женщина, Которая говорила, Это про мою судьбу, Это про мою судьбу, Перепишите мне, А мы все время автобусами Куда-то ездили на какие-то выступления, То в Кабардинку, То в Архипосиповку и так далее. Так я до сих пор грешна, Не переписала я. Но после этого на меня носили со всех сторон, И уже композитор Леша Черный, Уже вот потом и Кукушкин, И еще Лена Линелли, Уже стали писать и писать и писать, И потом 16 романцев, Но еще, по-моему, Около 9 песен. И последний вот песен, Да, совсем недавно Хрустальные мосты Закончила вот Лена Линелли, Она мне ее пыталась, Сейчас коронавирус, Я не могу ее приехать послушать, Но она мне ее пыталась По телефону, Уже даже аранжировку сделала великолепную, И так далее, и так далее. На вечерах сейчас вот Несколько человек приходят И исполняют песни. А вот Леша Черный звонил недавно, Люба в какой-то новый диск, Он включает шиповник, У меня есть такой тоже романс. Вот поэтому вот все, Что касается романцев. Любочка, ну мы тебя еще раз Поздравляем от всех слушателей, От всех слушателей Я еще раз поздравляю С оценкой высокой Вот этого твоего творческого труда И вот этого твоего творческого открытия В себе вот еще одной грани Я задаю тебе вопрос. Сборник стихов Под названием Пока звенит серебряное стремя. К нему предисловие Напишала Зина Кириенко Вот этот сборник О философии возраста О том, как важно Постареть красиво, Как важно постареть умно. Вот Несколько слов буквально Об этом Потому что это Это уже, наверное, Такое Философское размышление Прочти оттуда Я просто Давай вот У меня сейчас Тут еще сидя На своем Замызганном этом участке Спереди травы Чего-то еще пишется Поэтому давай я О возрасте не будем Потому что У меня были когда-то Знаешь Юмористические такие стихи Во-первых В 50 лет Я знаешь, что написала? Я кокетничала и написала Сейчас Сейчас Я штурмую крепость Под названием Зрелость А впереди осталось Под названием Старость Я не знала, что Старость Это такая страшная крепость Понимаешь, да? Потом я писала стихи Такие, что Никогда не стану старой Там и нафталином Там не буду пахнуть И всегда останусь молодой Как помнишь Была стихи Это была песня У Пугачевой Я никогда не стану старой Пока поет цыгарский хор Вот Эта песня сейчас Нет, как исполняют Но я ее очень люблю Иногда Где-то напоминаю Сам по себе Аллу Спасибо за эту передачу За то, что вы ее организовываете Я надеюсь Еще пригодится людям Вот И всегда, когда говорят Чем тебя наградить? Вы за меня помолитесь За рабу Божью и любовь Я держусь только благодаря Людским молитвам Вот Спасибо, что вы есть Я чувствую Сердечное участие В своей судьбе Поэтому я считаю Что я счастливый человек До свидания, Любаша Напомню, что в гостях У нас сегодня была Необыкновенная Талантливая Красивая Яркая женщина Большой оптимист И прекрасный проект Любовь Терехова С ней беседовала Алла Данько Это был проект Люди телерадио Творческого союза Работников и ветеранов Телевидения и радио До следующих выпусков До следующих выпусков Субтитры создавал DimaTorzok